Три золотых волоса Три золотых волосы Три золотых волосы По мотивам сказок братьев Гримм В фильме снимались Стефан Скрукани, Тереза Покорна, Михал Дочоломанский, Милка Вашароева и другие. Автор сценарии Петер Глоско Оператор Винсент Росинис Композитор Светозар Строчина Режиссер Мартин Тапок Режиссер Мартин Тапокорна Режиссер Мартин Тапокорна КОНЕЦ 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 Вы кто? Я странник. Вы не скажете, как пройти к замку Святослава? Днем его легко найти. А ночью довольно опасно. Можно мне переночевать здесь? Конечно, оставайтесь. Только мне нечем накормить вас. А я не голоден, только хочется пить. Вода у меня есть, слаще, чем у короля. Да, она великолепная. Ну, это все, что у меня есть. Кроме жены и ребенка. Я даже не знаю, радоваться или горевать. Я так беден, что даже не могу найти ему крестного. Главное, чтобы он был здоров. Да, он здоров. Здоровый мальчик. Его голос пронзителен, как колокол. Пойдемте, вы можете переночевать на сеновале. Главное, чтобы он вырос хорошим человеком. Доброй ночи. Спи до рассвета, мой малыш. Не бойся, мама рядом. Пусть тебе снятся добрые сны. Спи, дорогой, сладко. Твои папа и мама бедны, но однажды женишься ты на самой красивой принцессе, которая родилась в тот же день, что и ты, у короля Святослава. Спи спокойно, мой дорогой крестник. Твои папа и мама совсем не богаты, но ты однажды женишься на принцессе, и которая родилась в замке короля Святослава в тот же день, что и ты. Хороший, здоровый ребенок. Я уже успела очень полюбить его. Достаточно для того, чтобы я забрал его с собой и сделал из него знатного господина? Нет. Будет ли он счастлив без отца и матери? А вы знаете, кто я? Я ваш король. Я не знал, король Святослав. А золотые монеты не изменят вашего решения? Только не торопитесь. Нет, пожалуйста, не надо, ваше величество. Он будет помогать мне по работе, когда я состарюсь, ваше величество. Я не заберу его сегодня. Я просто скажу, что золота у него будет намного больше. Золотые монеты не изменят вашего решения. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Мне жаль, что вы уезжали. Вся наша свита молилась, чтобы родился сын. Дочь так же дорога, как и сын. А вы дали ей имя? Прекрасное имя. Надеюсь, оно понравится и вам. Принцесса Джульенко. Принцесса Джульенко. Теперь вы не просто король. Король теперь еще и отец. Да, отец. И однажды наша принцесса сядет на мой трон. Только настоящий принц сможет жениться на ней. Будем его ждать. Речитай. Слушаюсь. Виталюкрум фратрес генитурнатия валентюри уксурсор и плетус регум. И в заключении бенефактус куи карцер. Правда? И что это значит? Принцесса всегда будет находиться под покровительством Венеры, который одарит ее неземной красотой. Но вот что случится. Как вы и желаете, она выйдет замуж за красивого принца. Но вы не будете согласны. Тут говорится, что он не будет настоящим принцем, но его манера и храбрость будут не хуже тех, что могут быть у принца. Значит, мой сон был вещим. И то, что я слышал в той лачуге, действительно случится. Я не могу допустить этого. Он не будет сидеть на моем троне, и ты должен сделать все для этого, понял? Отправляйся в ту лачугу и потопи этого ребенка в реке. Нет, Ваше Величество, я слишком труслив, и я не могу. Ребенок самое дорогое, что может дать нам Бог. Если ты не сделаешь, то я сказал, не видать тебе жизни. Иди, и пусть река смоет этот грех с твоих рук. Субтитры создавал DimaTorzok Я лучше совру ему. Я просто могу сказать королю, что сделал, как он велел. Я умею врать, нет, он узнает. Так что либо ты, либо я. Прости меня, дитя. Я должен подчиниться королю. Не вини меня, я только выполняю приказ. Не смотри на меня. Разве кошка не может смотреть на короля? Я вижу, что сегодня король в очень хорошем настроении. Так почему же тогда королева несчастна? Конечно, она может переживать за то, кто женится на ее прекрасной принцессе Джульенке, когда придет этот великим дедом. Закрой рот или лишишься языка. Мой язык не такой длинный, как у вашего астролога. Убирайся. Убирайся. Где ты был? Твои ноги такие мокрые, черная гадюка. Ты сделал то, что я тебе приказал? Да, ваше величество, звезды никогда не простят мне этого. Моя королевская воля разбила проклятие этой ведьмы. Но никому ни слова об этом. Никому. Никому. КОНЕЦ Что за бессердечные люди? Бросить ребенка. Где твои папа и мама? Папа и мама? Прямо перед его глазами. Мы молились, чтобы у нас был ребенок. И вот, река принесла нам одного. Милый плывущий. Может, назовем его так? Милый плывущий. Ты согласна? Как скажешь, наш плывущий. Милый плывущий. Милый плывущий. КОНЕЦ Два, четыре, шесть, восемь, десять, четырнадцать, семнадцать роз. Ровно столько, сколько мне лет. Семнадцать. 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 Почему меня не разбудили раньше, Лодери? Отец! Отец! Доброе утро! Джулиенко! Вы опять идёте на охоту без меня? Зачем вы тогда научили меня скакать на лошади и стрелять? Скоро ты сможешь ходить на охоту с прекрасным принцем А кто этот прекрасный принц? Я выберу его для тебя, когда придёт время Вы говорите, как-то холодно и строго Мне становится страшно, когда вы такой Вы говорите со мной не как отец, а как король Сегодня после пира Мы в первый раз будем танцевать вместе Я lowsi ПЕРОНЫЙ ЛИ Эй, эй, эй! Кто разрешил вам здесь рыбачить? Я забыл спросить разрешения. За такое полагается смерть. Поднимайся. Эй, эй! Скорее, побежали! Лиходеи убегают. Надеюсь, он хорошо плавает. Какой величественный зверь. Да, король оленей. Да, но ненадолго. Отпустите его, ваше величество. Там слишком густой лес. Недалеко охотится король, а мы спрячем у себя беглеца. Откуда ты? Я не знаю. Моя мать бросила меня. Но у тебя есть имя? Да, меня зовут Чарующий. Тебе не слишком подходит это имя. Мне тоже так кажется. А что ты здесь делаешь? Я хотел найти прекрасную принцессу. Встретил одну с глазами как звезды, но когда она узнала, что я беглец, они вылезли у нее на лоб. А чем ты вообще занимаешься? Ну, это непросто. Я много голодал. Ты можешь остаться у нас. Пока река вращает мельницу, ты очень даже нам пригодишься. А когда она остановится, вы будете ее крутить. Ну, что скажешь? Согласен. Но, пожалуй, я начну со своего обеда. Конечно, ешь вдоволь. Давай же. Смотри, прячься. Эй, принеси мне попить. Меня мучает жажда. Осторожно, господин, а то может попасть не то горло. Его тоже напоить? Ему очень жарко. Как тебя зовут? Плывущий. Плывущий? Какое странное имя? Я уже привык. Мой отец так назвал меня. Мельник, позови его. Отец! 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 Там мужчина хочет видеть тебя. Господи, смилуйся, это король. Жена, жена! Ну-ка, возьми мою лошадь, мальчик. Прекрасный юноша. А вы родители, не так ли? Да, ваше величество, он наш. Река подарила нам его, его бросили. Что? Мы нашли его в реке, это случилось 17 лет назад. Принцесса Джульенко родилась примерно в это же время. Астролог сказал мне... Может ли старый дурак попросить Джульенко оказать ему честь и потанцевать с ним? Принцесса должна признаться, что она бы предпочла более красивого кавалера, но ты всегда заставляешь меня смеяться. Это мой талант, который я не потеряю. Как и принцесса знает, как пользоваться своей красотой, и уже разожгла огонь в моем сердце. И он теперь умирает от любви. Прошу вас, принцесса. Умоляю, ваш шут всегда верен вам. Скоро эта песня будет слышна по всему миру, когда принцы предстанут перед вашим судом. Я могу представить их разодетых в золото. Не то, что ваш старый и страшный шут. Некоторые, конечно, попытаются лождью завладеть вашим сердцем. Хорошенько подумайте, прежде чем отдать кому-то свое сердце. Я не знаю. Как я пойму, кто лучший? На этот вопрос ответит только ваше сердце. Если, конечно, ваш отец не помешает. Надеюсь, он не узнает, что ты только что сказал. А то ты будешь наказан. Хотя я думаю, я сама побью тебя. Беги. Все равно не спрячешься от меня. Хорошо сидишь. Похож на настоящего принца. Дай покататься. Можешь покататься на той кобыле. Плывущий. Его величество хочет видеть тебя. Дорогая королева, это несправедливо. Но этого не избежать. Мальчик, которого я прислал, должен быть казнен немедленно. Доверьтесь мне. Плывущий, отнеси это письмо в замок и отдай королеве. Мое кольцо. Оно поможет тебе в пути. Ты должен отправиться немедленно. Мы вознаградим тебя. Стой! Стой! Плывущий! Послушай предостережение своей крестной. Ты в большой опасности. Дай мне посмотреть письмо. Дай мне посмотреть письмо. Нет, ты не можешь умереть. Все должно произойти так, как я обещала. Я говорила тебе, принцесса твоя. Ты женишься на ней. Очнись. Делай, как велел король. Отнеси письмо королеве. Делай, как велел король. КОНЕЦ Откуда такой красавец? Интересно, что он здесь делает? Принц, тебе случайно не я нужен? По-видимому, не я. Он нем как рыба. Я уверен, к нему вернется голос, как только я оставлю его в покое. Я послан королеве. Я должен передать ей письмо. Ты хочешь видеть королеву? Я отведу тебя к ней. На колени, дорогой, на колени. У меня письмо от короля. Ваше королевское величество. Очень срочно. От короля? Да, ваше величество королевское. Королевское величество, да. Мы мельники. Король остановился у нас на мельнице. Он просил передать вам это. Вот, возьмите. Он говорит, ты не можешь уйти. А в чем дело? Я что, оскорбил его величество? Я что-то не так сделал? Джульенко. О, мама! Пожалуйста, не плачь. Это приказ короля. Я не плачу, мама. Конечно, я сделаю, как он велел. И с радостью. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Моя дорогая королева Надеюсь, вы не будете расстроены этим письмом Но я приказываю выдать замуж мою дочь Жульенко за молодого человека, который принесет вам это письмо Доверьтесь мне И вы думаете, я написал это письмо? Нет Я не писал этого Лывущий Кто подменил письмо? Я ничего не знаю об этом, Ваше Величество Никто не разговаривал с тобой по дороге сюда? Нет Но я вдруг очень устал, и странный голос как будто прошептал мне Послушай предостережение своей крестной Женский голос Она все-таки сделала это Она Опозорила всех нас Дорогой отец, почему вы плачете? Не грустите Разве вы не видите, что я сразу влюбилась в него? Он тоже любит меня? Мы так счастливы Он сильный и храбрый Долгой жизни принцессе Джульенке Долгой жизни принцу плывущему Раз даже толпа крестьян смеется над нами, тогда я запрещаю Смех в этом королевстве Именем короля запрещаются смех и шутки в этом государстве Того, кто посмеет ослушаться, ждет смерть на виселице Именем короля запрещаются смех и шутки Того, кто посмеет ослушаться, ждет смерть на виселице Именем короля запрещаются смех и шутки Будь проклят ты и твоя астрология И твоё колдовство Я убью тебя Ты всему виной Ваше Величество, пожалуйста Расправа не поможет вам Ты, ты, чёрная гадюка Ещё не всё потеряно, Ваше Величество В этой книге я нашёл способ, как избавиться от юноши Отправьте его к странствующему К странствующему? Который собирает слёзы всего мира И от которого никому ещё не удалось вернуться Сейчас же прикажу ему собираться Мы немедленно отправляем его туда И с ним покончено Ты ждёшь моего благословения Ты его ещё не заслужил Ты лишь принёс нам несчастье Ты предал меня И я запрещаю тебе называть Жульенко своей женой до тех пор, пока ты не докажешь мне, что ты действительно достоин её Ты отправишься в королевство странствующего и принесёшь мне три золотых волоса с его головы Что? Вы хотите три волоса с головы странствующего? Я отправляюсь в королевство странствующего Ваше Величество, как вы и велели Я докажу вам, что я достоин Жульенки Возвращайся скорее, дорогой Возвращайся здоровым и невредимым Я вернусь и по праву буду твоим мужем Я бы рад помочь, но я не знаю, где находится королевство странствующего Прошу тебя, одумайся, не езди Нет, нет, я должен найти странствующего Я докажу, что я достоин её Пожелайте нам удачи! О, удачи! Но будь проклят, король, который послал тебя за твоей же собственной смертью Только потому, что ты сын Мельника Мама, не надо плакать, я ещё не умер Храни тебя, Господь, сынок У вас впереди длинный путь Удачи вам! Не уезжайте, пожалуйста, вернитесь Джулиенко не стоит этого Ваше Величество, вы видите мою секретную схему Два шара Один плывущего, другой мой Посмотрите, как их орбиты приближаются друг к другу Потом расходятся Но как только я захочу, они наконец столкнутся Его орбита будет уничтожена Чудовище! Плывущий! Чудовище! Чудовище! Почти, Ваше Величество Я решил пока не убивать его Но вы же дали уйти ему Следите за ним Нет, ничего проще, Ваше Величество Теперь я не упущу его из виду Так действуйте, а не стойте без дела Значит, вы направляетесь к странствующему Никто не говорит нам, как добраться в его королевство Никто не возвращался оттуда Идите к Солнцу Чтобы оно всегда было перед вами И вы найдете его Боюсь, это не поможет Кто направил вас к странствующему? Король Святослав Моя жена умерла с горя после того Как король Святослав забрал нашего сына Может, странствующий знает что-нибудь о нем Ты что? Решил здесь остаться? Поехали! Пора! До свидания, добрый человек До свидания Храни тебя Господь Удачи! Когда мы найдем странствующего Мы обязательно спросим про вашего сына АПЛОДИСМЕНТЫ ИГРАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Я никогда не видел ничего подобного. Я тоже. А как мы поедем дальше, когда зайдет солнце? Оно выйдет снова. Я пришел, чтобы сказать, что Его Величество приказывает вам дальше не ехать. Вот, читайте сами. Нет, я должен остаться здесь. Я не вернусь домой. Нет. Как ты смеешь говорить такое? Прими свое наказание. Нет, я только выполняю приказ, больше ничего. Ну, тогда черная гадюка, передай ему, что теперь только разумный человек сможет остановить нас. Вы же лишились разума. Какой ужас. Может, вернемся? Нет, чарующий, назад дороги нет, только вперед. Плывущий тот, что красивее. Может, он поможет нам. Откуда вы пришли, молодые люди? Уходите отсюда, если вам жизнь дорога. А что случилось в этом королевстве? Бедствие обрушилось на нашу страну. Бедствие? Да, страшное бедствие нас осчастливили замечательным деревом. Деревом? Совершенно верно. Это дерево приносило необычные плоды. И если больной ел этот плод, он выздоравливал слабый и становился сильным старым молодым. И любой мог съесть плод и стать как новенький? Любой, кто был болен или слаб, мог съесть его, но однажды дерево засохло, и никто не мог сделать так, чтобы оно снова зацвело. Никто, кроме короля странствующего. Куда вы держите путь плывущий? Вы не меня пришли увидеть? Нет, короля странствующего. Интересно. Но вы знаете, что еще никто не возвращался из королевства странствующего. Мы вернемся. А кто послал тебя к нему? Сын Мельника. Злой папочка? Светослав, я сам скажу. Никто не заставлял нас, я сам решил. Я хочу доказать королю, что я достойный его дочери. Да, покажи ему, на что способен преданный сынок Мельника. Да, и покажу, и докажу. Но вашим людям тоже нужен странствующий. Мне до них никакого дела нет, пока я сам жив. Этого мне вполне достаточно. Это отвратительно. Король, который так говорит, недостойный король. К тому же надолго их не хватит. Пойдем отсюда, нам пора. Подождите. Возможно, я немного поспешил, ты прав. Эти плоды скоро закончатся, и что потом? Пожалуйста, окажите мне услугу. И моему народу. Пожалуйста, спросите странствующего. Почему наше дерево вдруг засохло? Вы думаете, сын Мельника справится с этим? Почему вы не приказали отрубить ему голову? Сначала пусть узнает ответ у странствующего. Помнится, вы обещали мне сделать так, чтобы дерево опять расцвело. Я обещал, но только в обмен на их жизни. Я не люблю жуликов, а вы жулик! Стража, стража, в темницу его! Отпустите! Ну ты показал этому старому королю. Я бы не смог такого сделать. Ты говорил прям как настоящий король. Король плывущий! Чего бы я, правда, хотел, так это помыться. Сколько мы уже идем под этим солнцем, чарующий? Месяц или два, кто знает. Посмотри на эту бескрайнюю пустыню. Ни одного деревца. Посмотри! Наконец-то, вода! Подожди, не пей! Видишь? Эта вода отравлена. Отравлена? О, нет, проклятие! Будь он проклят! Гори он в огне ясным пламенем! Перестань, чарующий. Соберись. Нам надо идти дальше. Да когда же они умрут? Наконец-то! Мои глаза уже ничего не видят. И ноги не могут сделать и шага. Нам надо повернуть назад, пока мы еще живы. Иоги! КОНЕЦ Ты не найдёшь здесь воду. Мы должны идти дальше, иначе мы умрём от жажды. Разгорать огонь чёрной дьявольской магии, гори ярче! Я приказываю тебе, да-да, и сожги их до сла! О, могущественный табун! Создание этого недоброго мира! Откликнись и топчи их вдоль и поперёк, пока от них ничего не останется! Проклятие, проклятие! Болван? Пады, отец! Вон! Мне тоже уйти! Ты останься! Эта дверь всегда должна быть закрыта. Никто не смеет ходить сюда. Конечно, Ваше Величество, вы можете побить своего шута, он не боится. Ваше Валерий! Ваше Валерий! Ваше Валерий! Дайте нам воды. Мы умираем от жажды. Вы даете пить лошадям, а нам нет. Хозяин слеп или просто не хочет замечать нас? Ты слепой? Два гостя пришли на ужин. Закройте дверь, когда выйдете. Что за приветствие? Я приветствую только лошадей. Что ж, мы не лошади. Наши лошади на улице, они очень устали. Хорошо, значит, у вас есть деньги. Что с тобой? Да нам что-нибудь поесть. Мы не уйдем, слышишь? Я ужасно хочу пить. Принеси что-нибудь попить. Быстро! Маленко, обслужи их. Этого недостаточно? Этого тоже. Не жадничай, плывущий. Дай еще немного. Один дукат. У вас, наверное, очень хорошие лошади. Мне начинает казаться, что единственное, что ему нужно, это наши лошади. Ничего у него не получится. Хлеб и вода молодые люди стоят пару лошадей. Разве ваш король разрешает вам так обращаться с гостями? Цена, между прочим, была назначена самим королем. Дай им кувшин. Какое преступление они совершили? Они оскорбили короля Святослава, Ваше Величество. И он прогнал их из королевства, чтобы они больше не досаждали ему. Да, Ваше Величество, но крестная мать одного из них обладает магической силой. Нельзя перечить крестным матерям. Я согласен. Но только она опозорила короля. Мне жаль. Но его проблемы даже нельзя сравнивать с моими. Я самый богатый король. Но во всех колодцах в этой стране закончилась вода. Только в одном колодце она еще осталась. Но ее недостаточно. Наколдуйте мне воды, волшебник. Это не в моих силах, Ваше Величество. Я хорош, но не настолько. Все вы говорите одинаково, когда вас просят что-нибудь дельное сделать. Наши лошади умирают от жажды. Этим красавцам нужна вода. Больше, чем людям. Им нужно больше воды и больше внимания. Должен признаться, Ваше Величество, я ничего не знаю о лошадях. В таком случае вы невежда. Есть две вещи, которыми я поистине наслаждаюсь. Весна и лошади. Когда восходит солнце, и все вокруг начинает цвести, я вывожу своих лошадей в чистое... Ваше Величество, Ваше Величество, двое мужчин украли лошадей. И кроме того, они сказали, что цена за хлеб и воду слишком высока. Так они и сказали, Ваше Величество. Что? За мной? Ваше Величество, двое мужчин украли лошадей. Ваше Величество. Кувшин воды тому, кто победит и свяжет этих плутов. Как зовут того молодого человека? Я бы даже сказала, того льва. Этого льва зовут Чарующий. Господи. Боже, да, да, давай. Покажи им, Чарующий, покажи им. Господи, прекратите! Мы ничего не сделали. Мы просто хотели добраться до странствующего. А вы не сказали мне этого. Отпустите их. Чарующий, плывущий, будьте нашими гостями. Когда вы найдете короля странствующего, спросите его, почему все наши колодцы высохли. Проклятие! Проклятие! Я не выдержу! Стража в темницу его! Воины, пейте, ешьте и ложитесь спать. Когда завтра вы поедете к странствующему, я дам вам все необходимое. Майленка, ухаживай за моими гостями. Прочь с глаз моих! Отец избегает меня. Он всех избегает, потому что его мучает совесть. Спрячься, и ты будешь в безопасности, хоть ничего и не узнаешь. Простите, Ваше Величество. Вы знаете, где плывущий? Он больше никогда не вернется в это королевство. Забудь его. Если он не вернется, я не хочу больше жить. Он забыл тебя. С глаз долой, из сердца вон. Нет, я не верю вам. Я пойду за ним. Никуда ты не пойдешь. Мама! Ты король, но ты еще и отец. Кажется, ты забыл об этом. Она будет сидеть в башне под замком. Тогда запри меня. Мы обе будем твоими заключенными. Эх, плывущий, плывущий. Именно тебе я обязан этим несчастьем. Это все из-за тебя. Не смотри на него, а то ослепнешь. Там спит странствующий. Посмотри. Пошла, пошла. Придите, духи, и закройте ход к странствующему. Придите и покарайте этих юнцов, которые смеют противостоять мне. Чарующий. Чарующий, подожди. Подожди. Стой. Нет, ты можешь идти дальше, если хочешь. А я останусь здесь и отдохну. Нет, только если ты победишь меня. Если ты остановишься и прочтешь, что написано над дверью. Я не умею читать. Напрасно. А там написано, что страшное наказание ждет того, кто зайдет туда. Что-то здесь не чисто. Что ты делаешь? Стой. Я поем. Отдохну. А потом быстро догоню тебя. Не ходи туда. Здравствуй, хозяин. Еду и вино на стол. Я умираю от голода и жажды. Ну? Что же? Ты расплатишься за ужин своей душой. Я хотел увидеть короля странствующего, но так и не дошел. Очутился здесь. Как и все мы. Теперь пути назад нет. Давай же, потанцуй с нами. Идет остаться здесь. Здесь, 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 навсегда. Здесь, здесь, здесь. Танцуем. Танцем. КРИКИ 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 Мой храбрый крестник плывущий Да, я твоя крестная Подойди ко мне Наконец-то ты здесь Я бы ни за что не дала Святославу забрать твою жизнь Я оберегала тебя А сейчас я скажу тебе, кто твой отец И кто же мой отец? Угольщик, которого ты встретил в лесу Мельник не знал, кто мой отец Но он и его жена были мне как родители А странствующий? Кто он? И Вендлин? Кто он? Он скоро будет здесь Странствующий мой сын Ваш сын? Да, он мой сын Да, плывущий Странствующий мой сын Солнечный свет, который приходит в дом Каждое утро с лицом беззаботного ребенка И покидает его вечером Как изможденный старик Спрячься здесь Пока утихнет гнев От увиденной за целый день несправедливости Которая правит миром Но я должен... Да, да, я знаю Я знаю, зачем ты пришел сюда Сиди тихо и выслушай все Почему я должен смотреть на всю эту несправедливость? Постарайся не расстраиваться опять, сынок Ты должен жалеть бедных людей и стирать слезы с их лица Кто-то опять пришел ко мне Где он прячется? Зачем он пришел сюда? Нет, нет Он не может вернуться обратно И ты знаешь это Ты привела его Лучше бы ты убил его по дороге сюда Я стала его покровительницей, когда он только родился Было не обязательно обещать ему принцессу, мама Разве мало милых девушек на свете? Мне пора спать Я так устал Лягу здесь Да Погладь мне голову, мама Осторожно, ты вырвала волос Аккуратно Да Мне снился сон Моя рука соскользнула, потому что я тоже уснула И мне снился сон, поэтому я и выдрала волос Что тебе снилось? Далекая страна, в которой росло магическое дерево Но оно засохло Неудивительно, что на этом дереве не растут плоды Оно бы зацвело снова Вот только каменное сердце короля напоминает змею, которая грызет корни этого дерева Аккуратно! Что тебе опять снилось? Спи спокойно, сынок Мне приснилась другая страна, где текут только слезы людей Потому что ни в одном колодце не осталось воды В этих колодцах есть вода Только жадность короля ничем не отличается от огромной жабы, которая сидит над ней и не дает воде подняться Мама, будь поосторожнее Если ты не можешь, я пойду спать к себе в постель Я заслуживаю немного хорошего сна Не злись так, сыно За целый день я ни на минуту не присел, я очень устал У меня есть еще один вопрос, странствующий Почему ты не показываешь свою солнечную улыбку в королевстве Святослава? Когда король разрешит своим людям снова улыбаться, тогда и солнце снова появится в его королевстве А этого не произойдет до тех пор, пока плывущий не вылезет из-за печки и не отнесет Святославу те три волоса, что ты только что выдрала у меня из головы Плывущий, плывущий, как же тебе повезло, что мама на твоей стороне Танцуй с маме Танцуй с маме Плывущий, плывущий, прощай Плывущий, плывущий, помоги Помоги Вставай Я же предупреждал тебя Стой Стой, заплати сначала Заплати ему Я не могу, у меня нет денег Тогда тебе придется остаться, вот его Нет, я заплачу за него У тебя не хватит денег, чтобы выкупить его А я заплачу не деньгами А золотыми волосами странствующего Они освободят чарующего и уничтожат тебя, черная гадюка Это не только и уничтожат тебя, черная гадюка А золотые волосы Крещина Плывущий, плывущий, блядь Остальное И помните, Ваше Величество, что не только вам, но и людям нужна вода. Помните об этом. Всегда. Чарующий, чарующий, я думала, что больше никогда тебя не увижу. А ты видел там странствующего? Расскажи мне, какой ты грязный. Какой ты. Чарующий, ты вернулся. Я не могу остаться, Майлинка. Мне еще столько всего надо сделать. Ты будешь гордиться мной? Одождись меня. Я вернусь. Ты станешь замечательной женой Мельника, прекрасная моя. Эй! Я не хочу, чтобы ты опять уходил. Кто так долго, чарующий? А ты торопишься? Джулиенко ждет меня. Понимаю. Моей Майлинке тоже придется ждать. Так почему бы тебе не забрать ее и сейчас? А вдруг я найду кого-нибудь посимпатичнее, а Майлинка не убежит? А вот ты какой хитрец. Она бы выцарапала мне глаза. И язык заодно. Но все равно, мне не нужен никто, кроме Майлинки. Помоги мне, чарующий. Что делать? Ничего не получается. У меня остался только один золотой волос. И если я его использую, я... Чудовище! Ты глодала дерево. Теперь это дерево будет снова цвести. И приносить плоды не только королю, но и всем людям. Оно цветет! Оно цветет! Дерево цветет! Какие красивые цветы! Угольщик! Угольщик! Да! Здравствуйте! Вы меня не помните? Так я могу забыть тебя. Не каждый день мне удается увидеть юношу в этом лесу. И к тому же все говорят теперь о тебе. Все королевство знает о тебе. И ты вернулся целым и невредимым. Да, как видите. А ты узнал что-нибудь о моем сыне? Узнал. Говори быстрее. Потерпите немного. Ради бога, что ты узнал! Рассказывай, где мой сын! Вы не поверите. Он у вас перед глазами. Плывущий! Чарующий! Слава богу, мы живы! Мы живы? Вода принесла нас во второй раз? Где ты был так долго, сынок? Мама, у меня есть еще одно дело. Но ты же не поедешь прямо сейчас. Зачем тебе куда-то ехать? Оставайся дома. Я поеду за своей невестой. Привезу ее сюда, чтобы познакомить вас. Чарующий! Чарующий, я здесь! Теперь тебе от меня не избавиться. Ты выйдешь за меня замуж, маленькая ведьма? Скажи, что да. Да, хорошо, я выйду за тебя. В таком случае, пойдемте праздновать. Жульенко! 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 Мама, это же полывущий. Жульенко! Ты выполнил мой приказ. Ваше Величество, я сделал все, что вы мне приказали. Покажи нам три золотых волоса, которые ты должен был принести. Я использовал их по дороге назад, чтобы помочь бедным людям. Этого и стоило ожидать. Ты даже не хочешь признать, что ты проиграл сын угольщика. Это еще раз доказало мне, что ты недостоин, Жульенко. Это не вам решать. Плывущий мой муж. Плывущий мой муж. Странствующий! Ты здесь! Странствующий, ты пришел к нам! Странствующий здесь! И солнце опять светит! Субтитры создавал DimaTorzok 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 КОНЕЦ! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok